В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Одним нарядом не обошлось. Разбушевавшихся после отдыха в ночном клубе Махачкалы девочек пришлось успокаивать и двум нарядам полиции. Сравнины в горы. Как проходит перегон от арс зимних на летние пастбища расскажут наши корреспонденты. 16 лучших команд оспаривали звание чемпиона. В Махачкале завершился финальный этап турнира по мини-футболу среди студентов духовно-образовательных организаций. А теперь об этом и других событиях более подробно. Пять девушек в Махачкале оказались в отделе полиции за пьяный дебош. Рано утром 5 июня от жителей дома по улице Хаджи-Булача в дежурную часть поступил звонок. Люди жаловались на крики и шум, которые устроили не совсем трезвые представительницы слабого пола неподалеку от ночного клуба. Прибывшим на место полицейским не сразу удалось поместить разбушевавшихся дам в патрульный автомобиль. Пришлось даже вызывать подмогу. В отношении пяти жительниц Махачкалы в возрасте от 18 до 28 лет и доставленных в отдел полиции составлены протоколы об административном правонарушении. К другим темам. Муниципальное образование республики отметили за эффективную работу. Переходящий знак главы Дагестана и диплом за первое место получили. Среди городских округов Дербент. От высокогорной зоны Лагский район. В горной зоне награду удостоился Ливашинский. Среди муниципалитетов Предгорье в лидерах Сулейман Стальский, а на равнине отличился Хасавюртовский район. Также в связи с прошедшим днем местного самоуправления государственными наградами были отмечены и отличившиеся работники органов власти. Июнь. Время, когда в Дагестане проводится перегон скота с зимних пастбищ на летние. В конце весны отары уводят с равнины в горы. Здешний климат позволяет комфортно переждать жару, а после вернуться обратно. Чтобы пастись на лугах, богатые разнотравьем, овцам необходимо пройти определенные испытания. Какие узнавала моя коллега Патимат Ханапова. С зимних равнинных пастбищ на прохладные обильные горные луга отары ведомые пастухами проходят сотни километров, чтобы оказаться там, где трава посочнее. Осенью в низменности, где даже в самые холодные дни животным есть что пожевать. А весной обратно в горы, где луга богатая разнотравьем. Ну, сейчас идем с Кизляра, перегом горы, и пока шли уже 5-6 день, и решили остановиться здесь, на территории Алмало, и за это время проводим кубку. Купание и стрижка – обязательная процедура перед отправкой животных на сезонные пастбища. Без водных процедур со специальным раствором ни один опытный пастух не отпустит своих овец. Летом под толстой шерстяной шубой животным очень жарко, а купают их в растворе, чтобы не переносить паразитов. Лишь когда все процедуры пройдены, можно отправляться в путь. До летнего пастбища он занимает несколько недель, идут пешком по 15 километров в день. Перегон – важная пора для пастухов. Помогать им приходят близкие и родные. Я сам учусь в хастбищу. Решил помочь отцу, дяде. Приехали с друзьями. Это дело, да, еще занимались наши дяди и прадеды. И вот мы продолжаем, не оставляем эти наши традиции. Так продолжаем. На летнее пастбище этой весной должны уйти около полутора миллионов овец. Сейчас их в некоторых районах республики перевозят даже транспортом. Но еще остались хозяйства, где это делают старым традиционным методом. К настоящему времени из зоны отгонного животноводства на Альпийские луга выведено около половины всего поголовья. По теме от Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ. В этом году почти половина паломников из Дагестана для совершения хаджа прибудут сразу в Мекку, а затем отправятся в Медину. В связи с чем и храм, одеяние паломника они наденут у себя на родине. Об этом и многом другом говорили на очередном собрании компании «Марва Тур». Почти половина паломников, вылетающих прямым рейсом, они вылетают именно в Джиду. Специфика в том, что они уже находясь здесь, они должны уже находиться в состоянии, то есть надеть и храм. Намеренно они же должны делать уже, получается, до того, как они прилетят в Джиду, то есть по пути, либо уже здесь они должны это делать. Это очень важный момент. А для этого паломников нужно подготовить. Они должны приобрести и храмы заранее, здесь уже. Руководители «Марва Тур» организовывают очень хорошо работу с предварительной подготовкой паломников, альхамдуллах, со сбором групп, с информированием групп всячески. Проблемы, которые связаны были с прошлыми годами, альхамдуллах, они обсуждаются, они устраняются. Так, чтобы паломникам было проще совершить обряды хаджа и вернуться с принятым хаджем. Судя по тому, как проходит предварительная работа, то я думаю, что паломникам не стоит переживать. Я думаю, все будет хорошо. Напомним, что в этом году из республики в Саудовскую Аравию для совершения хаджа отправятся порядка 10 тысяч паломников. Первый рейс запланирован на утро 8 июня. Фестиваль ярмарка «Аниса», проходивший в Махачкале, завершился. Средства, вырученные от ее проведения, внесены на счет благотворительного фонда «Инсан». Организаторы мероприятия – женское направление отдела просвещения «Муфтията», фонд «Инсан» и женский клуб «Аниса» представили интересную программу для взрослых и детей. По итогам жеребьевки многие участницы получили путевки на умра и ценные подарки. Мы это сделали не одни, без вашей помощи, без вашей поддержки, у нас бы это не получилось. Хотим выразить огромную благодарность всем нашим участникам. Хотим выразить огромную благодарность всем нашим гостям. Спасибо, что нашли время, силы посетить нашу ярмарку. За дни прохождения женского фестиваля ярмарки ее площадки посетили успешные предпринимательницы, представительницы сфер науки, культуры, образования и политики. Хочу сказать одно, что в современном жестоком мире, где очень много зла, и когда зло бросает всех из-за план, наши веры, наши духовности, нужно очень много добра, чтобы пересилить и чтобы перекрасить эти черные краски в белые, светлые, голубые, зеленые тона, тона жизни, тона веры. И в заключение о спорте. В Махачкале подвели итоги финального этапа турнира по мини-футболу среди студентов духовно-образовательных организаций. В ярких баталиях участвовали 16 лучших команд из разных уголков республики. Наши корреспонденты увидели все сами и подвели итоги слова Курбану Рагимову. Такими красивыми голами были насыщены почти все игры турнира. На поле студенты духовно-образовательных организаций 16 лучших команд. Они прошли отбор в своих территориальных округах. Командная игра и выносливость. Несмотря на то, что эти футболисты основное время уделяют учебе, здесь они показывают хороший уровень мастерства и физподготовки. В турнире приняли участие больше 40 команд. Из них отбор прошли 16 команд. Этот турнир у нас ежегодный. Каждый год мы расширяем. В этом году у нас дополнительные команды приняли участие. И получается у нас это завершающий этап. Мы на этом турнире закрываем спортивный календарный год. Команды поделили на 4 группы. По 2 лучшие вышли в стадию плей-офф. В играх на выбывание всегда особый накал страстей. Жребие в четвертьфинале свел фаворитов турнира команды столичного ДИУ и Черкея. Ожидаемая игра прошла в равной борьбе. Судьба путевки в полуфинал решалась в серии пенальти. Здесь у футболистов ДИУ нервы оказались крепче, а удары точнее. Ранее турниры среди студентов духовно-образовательных учреждений проводили также по грепплингу и настольному теннису. Организаторы уверены, занятия спортом не вредят учебе, а наоборот стимулируют студентов. Чем отличался футбол среди учащихся религиозных организаций? Это увидеть надо. Это просто пример для всех других молодых. Здесь никакой обиды, ход штрафной, все слушаются судьи. Вот объединяющий характер, посыл данного турнира был оправдан. Вот объединение, единение сердец развития физического составляющего, помимо их образования, науки. На кону почетный кубок, медали и денежные премии, однако на этом турнире каждый из участников уже чемпион. С такими словами к студентам обратились почетные гости. На самом деле, вот вы каждый представитель вашей школы, где вы учитесь. Я могу сказать, что вы золотая молодежь в данный момент, где вы учитесь. И вы даете пример молодым, показываете, что спорт это на самом деле очень сильная вещь. Поэтому дай Аллах всем здоровья. В матче за золото представители ДИУ в упорной борьбе одолели команду «Асаб» из Шамильского района. Счет 3-2. А третье место поделили студенты из Гиргебеля и Махачкалинской купольной мечети. Курбан Рагимов, Халид Ахмаев, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях. И до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова